Несмотря на серьезное потепление, пока главный автозимник региона Нарин-Марусинск работает на полную мощность. Грузоперевозчики не снижают оборотов, а кое-кто даже наращивает их, чтобы успеть завести все товары и продукцию в окружную столицу. Справляются с нагрузками и подрядчики, которые содержат автозимник. Время автозимника безопасности. Участие в продвижении подводных условий на сегодняшний день пока будет приятное. В отсутствии местного потепления, считаем, что зимник сможет эксплуатироваться в конце предыдущих. Сложнее ситуация с автодорогой Коми-Трофи. Вслед за строящимся участком Керки-Малая-Пера через неделю официально закроют и всю трассу. До окончания паводка. С лета строительство этой важнейшей дороги будет продолжено. А пока ситуация должна быть под контролем, отмечает губернатор. Постоянно ее мониторьте и освещайте. Я думаю, что к ноябрю месяцу мы с учетом обещаний главы республики, руководства республики, закончим строительство вот этого спрямленного участка Керки-Малая-Пера. И навсегда забудем ситуацию с незарегистрированной дорогой автозимником Нижнего-Дос-Малая-Пера. Серьезные оттепели, паводки добавили головной боли Наринмарцам. Специализированные службы с трудом справляются с вывозом снега и откачкой воды. К руководству города, окружной администрации вопросов немало, но ответов получить непросто. Накануне весенней распутницы мэр Наринмара Татьяна Федорова неожиданно для всех ушла в отпуск. Убедительно прошу, призываю вас к порядку. Такого у нас никто не допускает. У нас абсолютно нормальные, взвешенные отношения с Заполярным районом. Но постоянное опоздание Татьяны Васильевны на совещание, неприхождение вовремя на совещание, отсутствие на совещание. Кроме того, значит, еще определенные волонтаристские действия в части отсутствия на территории, несогласованное, это не есть хорошо. Как доложила заместитель главы Наринмара Ирина Ицкова, пока ситуация в городе тяжелая, но не критическая. Но это сейчас. Что же будет завтра, пока никому не известно.